так я вас приветствую дорогие друзья вижу что страна подключается так я нахожусь пока еще на рабочего скоро поеду домой бельской примарии пока мы тут занимаемся инновациями модернизации вопросами модернизации сидим думаем про то чтобы внедрить реализовать какие-то новые проекты смотрю что в кишиневе на национальном уровне происходит больше и больше интересных событий смотрю этом слезные высказывания некоторых политиков посмотрел вчера процентов 70 80 программы с игорем додоном тут пока разрабатываю новый проект пока вот готовим тестирование новых прожекторов с датчиками движения которые будут реагировать и на пешеходов и на водителей бельцев вот идет монтаж уже но делаем экспериментальный день пешеходный переход если что дальше смогу их внедрять в другие города где у нас есть примары значит короче филя вышел короче чуть не расплакался на то есть реально как бы без слез не взглянешь на все то что происходит так присяду поставить вот поэтому ну короче кино кино и немцы как говорится да посмотрю трансляцию других страницах так делайте пожалуйста репосты кто сейчас онлайн я просто вижу все больше и больше людей подключается потому что это единственная возможность донести для информацию для для большинства граждан молдовы значит секундочку буквально так везде все идет так народ спрашивает так пипец как ты пипец я в порядке так какой-то документ документальный цирк тут пишет чиня да друму вы филяла плембаре его бывали друг на друга не ситуация ребята очень простая я на одном из протестов касаемо освобождения филат значит на протесте когда мы были перед президентурой пару месяцев назад значит когда я там с мегафоном забрался на дерево оттуда вещал дан на всю страну я сказал одну очень важную вещь и игорь да да он прекрасно понял о чем я говорю я уверен понял меня вот фила когда я сказал о том что игорь да дом чтобы не думал что то предложение с которым ходили к филату начале этого года значит это видео которое и что я про него не знаю ситуация очень простая чтобы вы знали плохотнюк ходил к филату вот эту к не помню момент ходил лично он либо от него люди хотя если вы помните раньше когда грел что филат ходил плохотнику тригун а филат выходил не это неправда не слушайте усатва но в этом признался в одном из интервью и в общем признался только так в некоторых моментах все остальное он продолжал вилять вы видели все эти интервью ларена бокса интервью с марьяной рация значит плохотнюк тогда еще раз подтверждаю вот я не помню уже просто не была задача либо он либо от него были люди которые показали филату видео где передавались определенные деньги игорю додону и где он попросил филата написать заявление дать показания как бы что вот там да вот додону там давали деньги за тимошки значит так как это было уже после парламентских выборов филе молодец ну как бы держал нос по ветру слил это додону не пошел на сделку с плохотнюком как бы за это то что не пошел на сделку с плохотнюком респект но прекрасно понимаешь что это видео сыграло сейчас свою решающую роль для его освобождения потому что для игоря додона сейчас видео после всех этих скандалов отставка одного правительства быстро назначили другое про все это я говорил повторять не будущее значит появление видео где он берет там какие-то тити-мити значит это может взорвать сегодня ситуацию поэтому я вижу там что додон валит на майя санду майя санду грит додон значит я уверен что вот именно это видео которое показали филату и то что он не написал заявление на додона не дал никаких показаний послужило тем что как бы додону сегодня проще выпустить филата чем напороться на новый скандал то есть то что не было контроля над судом то что были допущены некоторые юридические оплошности потому что должен был выйти там по моему через год ну короче понятно филат выбрал между договоренности с плохотником выбрал выбрал договоренности с додоном я говорил о том что я очень сожалел всегда и сейчас сожалею о том что многие заключенные которых избивали из держались насильниками в камере как держали филата там с каким-то там насильником камере который бил филата я тогда говорю что да мне негативное отношение к филату дал должен сидеть в тюрьме но должен сидеть по закону вместе со всеми никто не имел права подымать на него руку избивать его там то что рассказывала его бывшая супруга там все эти просто не в крови и так далее это все на самом деле ужасно вот поэтому как бы то что он все не вышел даже те деньги там которые были доказаны которые он там уволок значит посидеть четыре года за 25 миллионов евро я думаю что очередь будет отсюда от бельской примарей да так сказать таможни в одну сторону и до джурджулешского терминала в другую в не нескольких дней потому что ну как то так она получилась именно да значит это что дадон обвиняет моя санду но послушайте моя санду по определению не может кого-то выпустить она они не смогли никого посадить и тем более как бы но никого не смогут выпустить у ней моя санду шваниц и да и куйва дробу катаколу они там жили своем там маленьком гарвардском космосе во время правительства моя санду там да накосячили многие министры и так далее но нельзя мою санду обвинять в одном что она хотела или хочет стать вторым плохотником поэтому вот так как уже подготовила общественное мнение вчера когда там игорь дадон сказал о том что вот моя санду поймать санду что есть какие-то видео где андрея настаса там якобы там просит или берет какие-то деньги и так далее то есть это вот все как стиле плейшая чтобы переключить внимание там того что вышел филат разом вот настас взяточники так далее на всю страну поэтому как перебивать одной новостью другие да как бы ну игорь дадона этот опыт опыт есть и то что игорь дадон делает все с каждым но чтобы стать первым плохотником у моя санду нужно признаться о том что таких как бы пожеланий не было не сможет вернее они оба не смогут стать вторым плохотником как бы игорь мечтает у игоря не хватит там ни духу не мозгов для того чтобы им стать это будет попыткой стать там каким-то плохотником ну и пусть он пытается на здоровье значит то что моя санду это дело как бы но вы видели что да она не хотела прокурора контролировать пошла на этот скандал там и так далее вот поэтому значит ситуация такая ситуация понятная и вчера ну посмотрите вчерашнюю программу с наталья мораль где игорь говорит на наш наталья вы проверьте да дом который мой живет он до сих пор платит кредиты викторию банки и родители до сих пор помогает вы понимаете вот когда нас перестанут молдавские политики делать идиотами рассказывать про то что через конкурс они назначают людей на те или иные должности про то что там родители им помогают я всегда говорил и кстати дадон на эту тему там обратился в суд там не помню когда будет суд я приду еще и суде выставлю на эту тему там что послушайте это очень богатый человек который просто не может и мы ему не дадим финансово зарабатывать столько сколько зарабатывал плохотню и вообще это в стране никому не позволить но вопрос в том что меня раздражает одно нас перестают дурачить нам когда я выходил за неделю до того как появилось правительство кирку и говорил о том что уже поделили районы госсекретарей что большая часть их будет демпартии тогда все это так и произошло когда вышел за несколько дней и рассказал что александр стояногло будет прокурором дадону кое-кто не дал назначить салтана и стал александр у меня нет пока сегодня оснований не доверять здоровым желанием нового генерального прокурора александра стояногло вопрос был в другом что это была имитация конкурса конкурс был эффективным если александр стояногло будет делать все то что она обещает а мы ему это поможет ближайшее время будет видно он реально наводит порядок а нам есть что ему показать и рассказать либо он будет там зачищать оппозицию имитировать там борьбу с коррупция так далее александр стояногло лично желаю успехов и могу сказать что все что касается меня непосредственно той информации которая располагает и поверьте очень много моему во всем поможем вот как бы то а то что там выходит тут вчера игорь выше будут есть еще одна идентичность у плохотнюка и вот он завтра проведется в без и узнает зачем обманывать игорь как зачем обманывать у плохотнюка это идентичность вы правильно вчера сказали давно и она с того момента когда у вас был совместный проект для того чтобы кое-кого освободить поэтому игорь дедон прекрасно знал фамилию навак с того момента как плохотнюк получил паспорт и там вместе с ним получил еще не один человек как игорь дедон говорит намного больше игорь дедон тоже про них знает вышел бы честно сказал да была ситуация вот связано с пилотами и так далее вот тогда как бы ну плохотнюк как бы ну короче потому что игорь это все знал понимаете потому что тогда не пытались это делать вместе потом его игорь там надурил и так далее то есть просьба уважаемый игорь дедон новый премьер-министр кику просто просьба одна не делайте людей идиотами я буду делать все стране чтобы это грязная гнусная пропаганда вся та ложа лицемерия которая продвигалась телеканалами плохотника сегодня там другими значит не имела места я буду бороться за то чтобы правду знал каждый гражданин в этой стране я сегодня занимаюсь городом бельце я решаю те проблемы которые есть в этом городе но вы не думайте что я не знаю что происходит у вас в ночное в дневное время суток и то что вас очень сильно переживает и то что вы очень сильно переживаете за это давайте займемся конкретными вопросами новый пример говорил про новый аэропорт где аэропорт на севере молдавии да он безусловно нужен и он должен географически находиться бельцах это карлатены ледовьены карлатены давно хотят также как село рауцелл и некоторые другие стать частью муниципия муниципия бельц значит мы кстати ближайшее время обсудим со всеми населенными пунктами может значительно вырастет город вырастут вырастет инвестиционная привлекательность для инвесторов и так далее и так как карлатены которые под боком у людей будут муниципальный транспорт ну то есть они будут пользоваться всеми всеми теми плюсами которые боятся у людей если они станут частью муниципи был то есть какие-то идеи у вас здоровые есть и то что например не должно быть монополии чтобы вы знали что в 90 процентов случаев когда в кишневском аэропорту туман в бельцах в карлатенах ледовиных его нет и это говорит о том что самолеты не нужно сажать там в одессе в бухаресте на запасных аэродромах а сажать именно здесь и люди будут приземляться в молдавии вот поэтому как бы идея очень много короче ребят я вам желаю хорошего вечера я просто бегу мне еще четыре встречи я уже прям сбился с графиков я вас люблю филя тебе могу предложить должность вице-примара по приватизации но это самое может получиться так что филан тут за два дня приватизирует и потом сядет еще на 20 лет поэтому пока я думаю что справимся своими силами а так можно было бы пошутить значит назначить его вице-примаром по вопросам приватизации посмотреть сколько дней он проведет на свободе удержится камаз-то сейчас ладно ребят обнимай делайте репосты все погнал просто на самом деле ждут люди еще с вами поговорим люблю целую обнимаю делайте репосты пока